А там стиль за 2001 год, да? Субтитры сделал DimaTorzok Это не для господ, которые никогда не проходили игру Не слушайте никого, не смотрите ничего Просто сделайте это Конкретно новую версию, сделайте ее Можете даже спиратить, чтобы не было обидно Откровенно говоря, игра странная Она не укладывалась в рамки 2001 Сейчас тем более арт-хаус Минималистичным, но в то же время Насыщенным повествованием Как бы это странно ни казалось Потому что каждая деталь имеет значение В целом к таким играм не привыкли Сейчас, потому что их редко делают И такой, скорее, свойственный арт-хаус киношному Но нужно ее пройти до самого-самого конца Раньше судить ее нельзя Я понимаю, что у многих сейчас Тикток-мышление на хайпе 30 минут погоняли И давай разгромные тексты в интернете Писать, типа, ой, какая фигня Мне не нравится, мало, пустая То-се, пятое-десятое Пока до самого финала не дойдете Все не имеет смысла Я бы сказал так Это игра-головоломка Происходящим больше смысла, чем кажется На первый взгляд И она, понимаете, про необъяснимые страхи И про непонятное, скрытое Вроде сунуть руку в стремную Глори Холл Она же это самая дырка или нет А что там-то не знаешь, понимаешь, осмелитесь В реальной жизни ты бы захотел так сделать Ну вот, что-то такое Это глубоко психологическая И очень авторская игра Большой геймдев не балует нас такими Поэтому, пожалуйста, послушайте Сашу Хоть раз в жизни Чем меньше знаете, тем лучше будет А ведь я даже не фанат второй части И в целом серии Сам только недавно оригинал прошел Так впечатлился, что про каждую игру В серии сделал видео Можете потом смотреть На самом деле не можете, обязательно это надо сделать Подожду, пока все, кто меня услышал Выключат видео и пойдут в пеше-эротическое Подожди, то есть они должны с самого начала Они должны пройти игру, правильно? Ну, чтобы все ничего не заспалили Потом посмотреть твой ролик А потом все остальные ролики по Silent Hill Все остальные ролики по списку А потом вернуться в этот ролик, правильно? Я правильно тебя понял? Ну, сначала про ремейк, а потом про все остальное Он актуальный, они его только что прошли Такая ретроспектива будет Про пеше-эротическое Знающие люди наверняка оценили Потому что этот оборот очень удачно вписывается в сегодняшнюю тему Весь остальной рассказ скорее для них, чем для новичков Я расскажу, что изменили, зачем изменили И куда нас польская река в итоге вынесла Почему польская? Потому что поляки сделали Совместно с японцами Но основной продакшн был у них Блувер Тим Ну, это который Лэйр Зофир, Обзервер, Блэйр Винч The Medium, который мне понравился На самом-то деле они, ну там, Лэйр Зофир тут хорошо оценимы И все То есть не зря им отдали Ну, в данном случае да То есть они под руководством С уже имеющимся материалом они хорошо справились То есть есть люди, которые сами придумывают не очень хорошо Потому что вот Medium была Сайлент Хью уже работают Ну, потому что они вдохновлялись ей Они фанаты и все такое И давайте я сразу спойлерну Поляки отлично справились на мой взгляд Магазин с играми Carabox Store как раз обновился Чтобы вам было еще удобнее и выгоднее их покупать на разных платформах ПК, Xbox, PlayStation Выбрать можно даже регион Не нравятся нынешние цены в турецком PlayStation Store? В украинском и индийском значительно дешевле новинки и предзаказы Подписка PS Plus в украинском самая дешевая И больше проектов с русской озвучкой На Xbox до сих пор рулит Турция Но можно и на Global Account закупиться Если так больше нравится Все для вашего удобства Цены актуальны С учетом всех распродаж и скидок Поиск удобный Имеются фильтры и информация по наличию русского языка Регулярно закупаться на сайте полезно еще и потому Что чем чаще это делаете Вы и ваши друзья Тем цены становятся ниже благодаря ранговой системе СНГшные аккаунты Steam Пополняются с помощью Telegram бота Другой бот от Carabox Store пригодится Чтобы не пропускать интересные скидки А еще там розыгрыши и промокоды подкидывают Например за вступление Сразу скидка 15% на покупку игры Подписок в магазине Carabox Store Ну и от меня промокод Pixel На 5% скидки в течение дня И 10% в нерабочее время С 21 до 11 утра Работает только на сайте Не в Steam боте Ссылку и промокод я оставил в описании Но есть всегда хардкорные фанаты Они конечно же не приняли ряд изменений Видите ли Пирамида головы Теперь не такой легендарный трахаль Как раньше Не акцентируют на этом внимание больше В смысле акцентируют Но не так сильно Раньше он как-то Кобель был Нормальный такой кобель Мария променяла шлюхастый наряд На что-то слишком, наверное, приличное Медсестры тоже словно монашки Из тех, что обычные Они другие, которые веселые Из тех, что не возбуждают престарелых геймеров Которые видели оригинальных монашек В смысле сестер Оговорка по Фрейду, да? Шутки шутками, но нюансы действительно имели значение Потерять их было жаль Моя личная боль Старой камере не нашлось места Как мы все прекрасно знаем У нас сюр во все поля Странные люди, нескладные диалоги И причудливые места Раньше камера показывала всех под странными углами Ну, типа, представь себе Коридоры становились бесконечными От того, что вот она так сверху висит А катсцены просто безумными От крена почти на 180 градусов Она вот так вот почти ложилась Не там, не там Теперь нет той же сумасшедшенки Слишком прилизано стало Нету голландских углов, да? Ага Да там не голландские были Там вот так вот она заваливалась Движения камеры вообще были интересные То есть я, возможно, не хреновый С точки зрения режиссуры там правил Туда-сюда, но Это шархаус Можно делать как угодно Лишь бы доносить свою мысль И вот доносить мысль стали Как-то поплоще Да Я смотрю на Силент Хилл Это правильный? Эм... Да Зато расстарались они в другом месте Окружении Все значимые места узнаваемы И куда более детализированные Кто-то скажет, мол, опять вы со своими новомодными штучками Уничтожили ощущение места, которого не существует Город должен быть пустым и таким потусторонним Но до этого дойдет потом Начальным этапом необходима была некоторая осмысленность В данном случае приземленность, наверное, даже Ну это же все не сон, верно? А потом, знаешь, налетает такая лютая туманная буря И такой, не уверен уже Ну, наверное, не сон Это эффект нужный Как бы для понимания происходящего И для первого раза, скажем так Это круто очень работает Вроде хорошо, а вроде и по-другому То есть это проблема всех ремейков Это всегда вопрос встает Хорошо ли изменения? Хорошо ли то, что они сделали? Потому что та игра создавалась с учетом тех ограничений Тех мыслей и так далее и тому подобное И это работало на атмосферу В данном случае в какой-то веке Детализация такая повышенная Ну, как бы, вроде хорошо Потому что стало реалистичнее А вроде не должно было Вот как на это смотреть? Ну, хрен знает Потому что пугали-то раньше чем? Не графика, да? Все-таки психологизмом, нет? Да Сейчас, наверное, из-за того, что, типа, графика надо пугать Именно каким-то визуалом дополнительным и так далее Получилось ли визуалом пугать? Визуал, откровенно говоря, получился просто шикарный Прям апгрейд во все поля очень круто То есть без оговорок, я считаю Современные технологии или вообще преображают хорроры? С цветом можно баловаться, как дети Переключателем в доме Да? Чуть что вырубать и мигать фонариком Там, все такое Ты понимаешь, как это используют И продолжают использовать Все больше и лучше Потому что у нас есть трассировки и прочие штуки Пока на минимуме, но все же То есть они этим цветом Художественные геймплейные акценты Начали расставлять Прятать то, что надо прятать И показывать то, что не надо А потом наоборот Майндфаккать круглые сутки Лишь за счет света На этом хоррор работает Особенно в кино Ну и создавать новые эпизоды с такими приемами было не грех Они есть, хоть иногда и кажется, что все уж слишком дословно повторяется То есть те же диалоги порой вообще не меняли А я тебе напомню, Лев, они были какие-то странные Потому что как бы ограничения, все на свете были ограничения, которые только можно представить И опять же, режиссура тогда игровая была такая, объект неизученный И работали над ней, скажем так, люди, которые ничего в этом не понимали А скорее так по наитию пытались нащупать то, что нащупали киношники уже много десятков лет Однако чем дальше, тем больше видно расхождений Не только в редких случаях Глупо, честно говоря, описывать каждое То есть там достаточно всего изменилось Типа вот первое оружие вы получили в других условиях вообще Потом одно, потом еще другое Достаточно сказать, что оригинал чистоганом проходился, ну, часа за четыре Первый раз, конечно же, немного подольше А тут десять минимум, если без учета тупежа У меня получилось пятнадцать Как бы почти в три раза увеличили игру Главное, чтобы качественно мы увеличили Ну, да, потому что появился геймплей По большей части занимает вот это все именно он То есть глобально новых мест нету Апартаменты вудсайд, больничка, тюрячка, отель, все то же самое Разве что вот лабиринт кажется больше Там вообще очень классная задумка с кубом, и она немного другая Ты, значит, вертишь его, а вслед за ним на твоих глазах крутится кусок здания Технологии позволяют красиво показать это все Покрутить большую мишу, сделать большой красивый Ну да, они правильно осмыслили это и вынесли этот куб, который ты крутишь И они как бы рядом находятся И то и другое показываются Это хороший пример того, как знакомая суть остается Ее лишь слегка преображают Как те же, например, загадки Они тут сейчас узнаются, но Ну и хотя бы тут не будем раскрывать все секреты Со своими вывертами они Вроде те же, но другие Мысли оставались те же, но их немножко переиначили, расширили, улучшили Ну как, улучшили тут большой, конечно, вопрос Потому что, ну, сложно сказать, какую загадку можно улучшить и как ее можно улучшить Она станет сложнее или интереснее, или еще как Это же не пазл игра, поэтому здесь вопрос сочетаемости со всем остальным На некоторых загадках так вертелся, крутился некоторое время И прям по щелчку это произошло Потому что Резиденты, вспомни, там именно так все и происходило Чтобы никто, не дай бог, не застрял Но здесь можно застрять, потому что нужные предметы, которые лежали в одном месте Теперь там не лежат Ты не будешь знать, куда идти Все-таки немножко пересобрали этот момент Ну, опять же, вопрос, хорошо ли это? Все же в итоге я считаю, да, потому что некоторые ведь коды к каждому замку помнят От игры 2001 года, потому что они столько раз ее проходили Нельзя было те же самые написать То есть в ремейке ваши джедайские трюки не пройдут Не все, во всяком случае Плюс, как и раньше, можно отдельно настроить сложность загадок Изи, средний и сложный И ответы всегда будут разные Я на среднем Я изначально всегда на среднем беру, потому что Ну так для большинства людей Должна выглядеть игра А хард это уже для первых рождения Там и загадки поменяются Поэтому когда-нибудь, если мне захочется перепройти Я включу хард, все такое Ну, можно включить хард, сказать сложные загадки Ну, как бы неудивительно А для среднестатистического игрока как будет? Как? Надо это все понимать, поэтому всегда среднестатистического игрока Нужно выбирать изи Ну, не надо Опять же, я бы сказал, наверное, да Если бы не игра Доразумевала то, что здесь есть загадки Это как в квестах Убрать загадки и станет скучноватенько На мой взгляд Кто-то скажет, мне история нужна и все Но это часть игры, часть, опять же, сюжета Эти загадки, это важно Не просто тебя остановить надо, как в Резидент Опять же, чтобы, ну, я не знаю, да зачем Это даже было сделано в Резидентах, если честно Какое-то разнообразие А здесь это часть лора, часть повествования Часть вот этой вот артхаусности и так далее и тому подобное Поэтому нельзя Изи не ставьте Хотя бы созреть Вообще было понятно, что худо-бедно с визуалом и праздными хождениями Блуберы справятся Они уже не первый год этим занимаются Звук тоже хороший Тот самый треск радио, пуки, хрюки, стоны, монстров Тревожный гул и амбиент Вот это я все очень люблю в Сахе Это чуть ли не одно из главных впечатлений от серии у меня Маэстро Акира Ямаука вернулся, наконец-то Отсутствовал недолго, скажем так По-моему, всего лишь в одной игре не было его музыки из основных Он нужен был здесь, чтобы не прелюбить важное Наслаждайтесь и вы этим всем, не забудьте Лучше в наушниках делать, как всегда Актеры, на мой взгляд, идеально подобраны Типа, оригинал лучше был в области отрешенности По очевидной причине не мегаопытные ребята Добавляли своим дилетантством атмосферы Либо звукорежиссер был молодец Во что верится, конечно же, с трудом В те времена-то, а? Тогда в игровой индустрии хороших звукорежиссеров не было И хороших актеров, по сути, тоже не очень много Они самые дешевые, скорее всего, находились Ну, в большинстве случаев, если это и не игра Лука Сарцева В общем, новые голоса профессиональнее А потому правдоподобнее Потому что игра стала реалистичнее И визуаль, и бла-бла-бла, и вот это все Они лучше задевают нужные струнки Эдди выгодно выделяется среди всех Потому что в оригинале совсем картонно получился Стало даже жаль, что у жирного психопата Так мало экранного времени Роль стала какая-то выпуклее За счет того, что над ней чуть-чуть поработали Вы знаете, что чуть-чуть хватает Чтобы ее сделать выделяющейся еще сильнее И я ему сказал, что не надо, но он не слушал Эдди, ты не можешь... Ты не можешь просто убить кого-то, потому что они смотрели на тебя Ну и раз пошел разговор о режиссерстве Уж не знаю, благодаря малому количеству диалогов изначально Или не хочется этого, конечно, признавать Благодаря какому-то таланту у блуберов У того, кто этим занимался У Катстана появилось новое измерение Глубину придает им не то, что персонажи сказали А то, чего не сказали То есть, это сложные выражения лиц Легкие какие-то движения еле заметные Просто взгляды Чего нельзя было сделать в 2001, конечно же Убитая рожа Джеймса всегда пробирает Когда Мария в очередной раз его пытается совратить Это прям лучшая сцена, конечно же Они были изначально глубокие И сейчас еще стали глубже Как дыры, в которые прыгает Джеймс под конец Ну, вы знаете о чем Подобные нюансы в видеоиграх сложно донести Ну, то есть, серьезный труд проделан Несмотря на то, что студия из боброкриворучек Которым тяжело отдаются анимации людей Видно, что они старались прям сильно Насколько могли Самое главное заметное И вовлекает сильнее Процесс деконструкции происходящего Что-то еще надо делать Хе-хе, легко Я просто с тобой Давай Это так Но анимации и движения все равно говно Ну, то есть, то, что я ругал изначально Как Джеймс ходит очень странно Так это и осталось Видно, что опыта нету Не хватает Ну, может, бюджета не хватает Я, честно говоря, даже не знаю Тут большой вопрос Может быть, потому что поляки дешевле И они за те же самые деньги Справились лучше, чем все остальные Либо им нужно больше работать Над этим все равно Хоть они, говорю В катсценах у них не было выбора Не постараться Потому что иначе пропадет Нужный эффект Большинство сцены не сработало бы иначе Если бы они не сделали то, что должны были сделать А вот в геймплее, ну, не хватает Ну, тебе на нет, не знаю Украсть кого-нибудь из CD Projekt'а Они постоянно оттуда вытекают И поэтому там-то умеют вроде Так вот, ожидать, что потянут все сказанное выше Вроде как можно было Забоевку было боязно Хуже, правда, чем в 2001-м Сделать было сложно Даже по тогдашним стандартам Игростроек Кошмар Совсем не в том смысле, в каком хотелось бы К тому же проходилось все изично Можно было ничего не делать Просто бежать, и ты справлялся Если ты вдруг заджаглил персонажа То он уже, считай, мертв Он не брыкался Поляки каноны не соблюли, к счастью А сдюржили, в общем-то, неплохой экшен Центром которого стала дубинка и труба Огнестрела тоже хватает Стандартного там пистолет, дробь, винтовка Но патроны могут закончиться А длинная палка, твердая, как говорится, всегда Гусары Молчать Монстры оказались готовыми к избиениям Они не ждут, пока вы свою комбу проведете Резко могут кнуть, пнуть или блевануть на километр вперед Пока ты замахиваешься На что у нас есть свой собственный ход конем Перекат Ну то есть отскок Конечно же отскок Почти как в хомкаминг Но удачнее, потому что больше вариативности И считываются удары, за что и лучше Просто, конечно же, не становится Потому что достаточно они резкие Но все Самое главное, что есть такой процесс обучения Так или иначе Когда ты начинаешь привыкать к ним И ты спустя время становишься лучше Но тебе подкидывают новые задачки Появляются больше монстров Появляются другие виды, которые с потолков прыгают Еще что-нибудь делают Жопа происходит Все сделали достаточно хорошо Геймплей преобразился А дальше вы наслаждаетесь тем, что они еще и агрессивные Еще и хитрые стали Блевуны могут начать перед самой смертью Они начинают резкие И ты, блять, п賤стр produz И ты умираешь немного Медсестры внезапно компить начинают Хотя до этого только по одному удары делали Головоноги перекрывают их всех Потому что складываются в три погибели И прячутся в коробках А потом быстро вылезают Ну и в темных углах тоже могут встать Буквально такая, шпала думаешь Нет, не шпала, это чмо, которое тебя пнет скоро. И они, главное, внезапно выбегают откуда-то на своих стройных ножках. Так-дым-так-дым. Бац! Пинок под зад. И скрываются так же быстро. Ты не успеваешь даже уследить, где они, куда, куда их, что тебя ударило. Скрываются, потом новую засаду подлую устраивают. Так они могут возгонять некоторое время. Потому что прикидываются валенками или там, опять же, какими-то досками. Просто складываются вот-вот. Они, в принципе, вот такого размера, да, потом такие в дворадо. Пук! И куда-то залез. Даже непонятно, кто тут главный герой. Где мои победы и мои фраги. А они такие подбегают. На! Вот они! Получай! Отомстили за 2001 год, да? В старой игре они вообще ничего не делят? Чё они там? Просто ходячая губка для домога и всё? Да. Такие мешки для избиения практически всегда были. Потому что реально очень просто было их замахать. Сайлент Хиллы никогда геймплеем не отличались. И на него так смотрели, ну, типа, монстр. Да, он должен пугать, но там скорее нет. Прям интереснее гораздо сделали. Очень. Теперь действительно стал survival horror. Ну, конечно, не супер такой страшный, там, до резидентов ему далеко, но в этой игре теперь интереснее. И теперь действительно мне становилось страшно, потому что эта сволочь может выпрыгнуть из любого угла. Их там три штуки может появиться, пять, шесть, а ты, ну, мажешь косой, кривой и так далее. Это внезапно, я бы сказал. Особенно от блогеров, которые никогда такого не делают. Больше так же легко мимо всех не прошмыгнуть. В спину прилетает постоянно. И камера-то у нас другая. Уже не заметить, как они сзади приближаются. Между комнатами больше нет загрузки, они теперь не отделены. Они там лочились в предыдущей локации, если ты выходил на новую. Они постоянно в движении и преследуют тебя. Стало реально сложнее и все же интереснее. Несмотря на ряд очевидных проблем. Камера веселит тем, что находится за спиной, а враги за дверью, которая может открываться прямо на камеру. Ты вот здесь стоишь, она открывается, а он там. Кого бить? Не знаю. Все закрывается. Ну, положим, это их тактическое преимущество. Неба косича. Пролетающие мимо объектов руки, ноги, удары уже... Засобенность не сойдет. Это чаще случается, поскольку мы постоянно в узких коридорах и маленьких комнатах. И твоя палка, и их удары прямо через стену. Сами враги проходят через нас, как призраки, если им захочется. Во время ударов, там, для твоих или его, такое постоянно происходит. Еще редиски любят подлетать к герою, чтобы наведенный удар точно попал в цель. Ну, то есть, без анимации, глючно такой, над полом. Ч-ч-ч, проскали. Нечестно. А как? Джеймс пытается попасть по полу защитвари внизу, так сразу мажет, все время мажет. Ты такой, ну, с упреждением сделал, нет, не попал, опять не попал. И ты стоишь, долбишь пол, как дурак. Это тебе не дэдспейс, да, где можно было ножкой задавить нахрен на всю говну? Здесь тоже можно, но он просто не попадает постоянно. Понимаешь, когда они лишним лежат, да, то же самое. Такой, натис! Ну, давай, топтай, бейте, все такое. Все то же самое и есть. Классно, как бы. Можно продолжать это делать до бесконечности. Кровяки меньше, но так или иначе. Ну, когда они быстро ползают, или какие-нибудь жуки, которые тоже так вот... А он уже усвистел, пока ты вот это вот делал. И бьешь пол. Пол все время бьешь. Плохой пол. Надо наказать его. Да, за что он его ненавидит, непонятно. Но, видимо, опять ничего не поделать. Такова логика польского сна. Не в нашу пользу, потому что студия рукожопов все же. Немножечко. Но для первого раза похвальнее, я считаю. У всех разработчиков после оригинальной Team Silent была возможность сделать боевку поинтереснее, но все не справлялись. Но там, наверное, были все-таки другие условия. Потому что времени давали вот чуть. Одну, помнишь, я полгода делаю, другую там, дай бог, полтора. И все время что-то не так было. И как бы боевке, видимо, нужно было для современной боевки. Нужно бы больше времени, чтобы ее оттестить. И все вот это. Блуберам, судя по всему, дали. Потому что мы все считали, что игра выйдет еще в прошлом году. Возможно, они этот год действительно потратили на улучшение. Возможно, им дали то самое время. Потому что понимали, если они не сделают Silent Hill 2 ремейк нормальным, то всей франшизе и дальнейшим планом к Konami на нее можно как бы насрать. И никому она не нужна будет. И если вы не вернете нормальную величайшую из всех игр, то дальше стараться нет смысла. Ничего не выйдет. Никто не будет. Обращай-ка, минимум, внимание на это. Особенно постарались над босс-файтами. И тут я вообще ни слова не скажу. Прям вот отлично. Сговорками небольшими. То есть они легко контрятся слишком. Но теперь хоть приличные сражения, а не отстрел несчастных на месте. Ты просто входил в комнату, в большинстве случаев бах-бах-бах-бах-бах и самое лучшее воро уже труп. Вся, пошел дальше. Это босс-батт. То есть то, что должно тебя пугать. И наконец-то в этой игре есть геймплей. Я бы сказал так. Он появился благодаря ремейку. А так бы, конечно, грустнее. Ты с резидентами сравниваешься? Ты с какими резидентами сравниваешься? Ты с которой ремейки или с которой последние резиденты? Ну, ремейки скорее, да. В резидентах с босс-баттлами была примерно та же самая проблема. Потому что у них принципы геймплейные похожие очень. Тебя запирали вот на каком-то маленьком пятачке и ты бодайся с ним. Но там постоянно придумывают какие-то механики к ним. Почему ты должен отбежать, куда-то залезть, что-то сделать определенное, чтобы его победить. Здесь примерно такая же история. Но почему-то у боссов самые пососные анимации получили. Они прям совсем косячные, кривые. Я не знаю почему. Очевидная проблема, которая вскрылась в неожиданном месте. Потому что, ну, с анимациями у них плохо. Но мокап не хватает денег. Да просто аниматоров нет. Потому что там какой мокап будет у тебя у головонога, у которого две ноги и две ноги. Вот так он бегает и прыгает. Все очевидно, что только руками. И руками так. Небо и земля по сравнению с тем, что было и тем, что сейчас. Я даже теперь, понимаешь, пирамидыча оценил. Тогда, ну, приходил какой-то хмыть, ты ему навалял и ушел. Он не пугал меня. Ну, уже как бы я человек взрослый и вроде пугал таких. Не боюсь, ну, хрен какой-то жестяной шапкой бесконечной. У-у, какой ужас. Но теперь да. Теперь это не призрак коммунизма, который нагнетает только. А реально страшная тварь. Как бы не хотелось ругать игру, она такая, как есть, там, зачем это обсуждать, не доматывайтесь, пожалуйста, потому что это ремейк, все-таки не новая игра. Разрабы сделали все правильно, что сохранили, и лишь аккуратненько нарастили в редких местах. Не навыдумывали, самое главное, какое-то совсем невероятное от себятина. Но даже в таком случае надо понимать, как воспринимается результат в 2024 году. Игровая индустрия росла, улучшалась, и у нее стандарты повышались все же. Дремучий нарратив тех лет сейчас реально устарел. Джеймс редко что-то комментирует, объясняет или вообще реагирует. И здесь легче легкого списать на атмосферу и эфемерность места, событий, ну, туда-сюда. Вот это все. Оправдание артхаусностью. Всегда можно это сказать. Но все еще заметно в данной плоскости игра сейчас смотрится пустовато. Не хватает. Тут же тоже надо сохранить некую режиссуру, которая там была. Да. Этой всей игры, да, и так далее. Даже там, даже и какая-то фраза в момент геймплея она может разрушить какую-то иммерсивность. Это действительно можно, типа, оправдать все артхаусом. Типа, артхаус, артхаус, артхаус. Об этом я и говорю. То есть я уже этот артхаус прочувствовал, и второй раз, когда на это смотришь, немного по-другому. И, ну, опять же, слишком долгие прогулки по городу пустому и по коридорам. Ну, как бы, насытить надо было. Сейчас игры насыщеннее, сильнее стали в нарративном плане. И плюс, очевидно, когда это дорогой продакшн, они стараются плотнее и плотнее делать. Там же даже до сих пор записочки. То есть записочки и ничего нет между этим. Ты предоставлен сам себе. Проблема. Потому что, ну, еще и город, антураж. В принципе, немного слишком бытовой основательной часть игры. Ну, то есть город и город. Квартиры как квартиры. Причем теперь они с явным таким восточно-европейским колоритом. Потому что поляки... Я узнаю этот паркет. Эти ковры вот прям родненькие. Они их еще добавляли в медиума, потому что там время определенное было нужное. Ну, в общем, все это узнается и, как бы, американским это не чувствуется. Лично, на мой взгляд. Ну, ладно, это не суть. Игра будто бы немного обыденная. Толкаешь бесконечные двери в одинаковые комнаты. Понимаешь, ты постоянно попадаешь в места, где нужно тебе открывать двери. Их миллиард. Отель, комплекс, апартаменты, тюрячка. Понимаешь, толкаешь двери, а там ничего, ничего и еще большая кучка ничего. Ну, теперь антуражный, потому что графон и там разбросали предметы поинтереснее. Но тогда, понимаешь, разница между комнатой, в которой что-то было и в которой ничего нет, была сильнее заметна. Сейчас, кажется, уже не настолько. Потому что, опять же, плотность визуальной детализации повысили и поэтому выразительность немного теряется. На мой взгляд. Да, я понимаю, что это все должно было быть похоже на лабиринт. Все знаю, прекрасно. Страшная, но унылая тюрьма. Я понимаю все, это логично. А все еще не так выразительны, как если бы это был продукт нынешнего времени, я считаю. Говорят, японская часть продакшена, те самые ветераны, хотели изменить игру значительно сильнее, а блуберы настояли на оригинальном видении. И тех, и других, я, честно говоря, понимаю. И весь мой рассказ о том, что, ну, это просто изменение. Либо ты относишь к этой игре как к искусству, которое нельзя менять, нельзя там перерисовывать, условно говоря. Кто будет перерисовывать Монолизу, а ее воспримут так же? Нет, скорее всего. Так же и здесь эта Монолиза игровая, которую перерисуешь, вроде надо, она устаревает, но перерисуешь, она немножко по-другому воспринимается. Это сложная тема, на самом деле. Я бы хотел посмотреть на сильнее переработанную версию истории. Чисто ради лоузов. Совсем ремейн. Переосмысление, как сделали с первой частью Shattered Memories, которая вроде про то же самое, но совсем по-другому. Рассказывал про обе игры, поэтому, если кто что не понял, туда, вы знаете куда. Может, скоро экранизация как раз привнесет больше нового, например, этот парик. Господи Иисусе на Марии. Просто ужас. И Лев, да, я тебе напомню, еще одна экранизация скоро. То есть, уже вторая часть, и наконец, то есть, то, что нужно было изначально делать, а не вот это все с культом и прочей хератой. На мой взгляд, настала пора отпустить Silent Hill 2. Выдаили просто досуха. Фильм выйдет, и досуха. Больше ничего с этим сделать нельзя. То есть, можно, но не стоит. Это как бесконечные спин-оффы Kingdom Hearts, которые в историю добавляли, ну, нифига. А потом вышла третья часть, и тоже нифига. Просто ужас. Мне кажется, уже ремейк, это такая жирная точка, должна быть, фильм уже перебор, но это для другой аудитории делается, поэтому. Вроде бы надо. Опять же, это Мона Лиза, нахрен, истории видеоигровых. Ее надо донести до всех, во всех возможных вариациях, не знаю, TikTok-версия, экранизация, театральная постановка, радиопостановка, что ты еще можешь себе придумать? Lego Silent Hill. А ты, это классно. На этом еще можно заработать. Может, я начал обращать внимание на подобное лишь потому, что знал историю. Второй раз проходить один и тот же небольшой сюжет все еще интересно, но только по-другому на него смотришь. Ты начинаешь бросать внимание на те самые детали, психологизм этот нарастает, и как он раскрывается с самого начала. Просто нужно замечать эти метаги. Пока ты не прошел, ты не замечаешь, потому что не понимаешь, как это связано. По-другому второй раз на нее смотришь. И видите, даже рассказ про ремейк построился вокруг изменений и сравнения, как было и как стало. Второй раз, к сожалению, в одну и ту же реку все-таки не войти. В ту самую польскую реку, которую я вначале, видишь, как я все вернул на круги свои, как всегда. Похлопайте мне. Нюансы, дело хорошее, а основа все та же самая. Она не изменится, и для меня прошло слишком мало времени между прохождением оригинала и ремейка. Сильно много новых эмоций, новое видение не принесло. Я его могу оценить, и, да, считаю, это круто, но впечатления, понимаешь, они не те во второй раз. Поэтому я бы хотел услышать, как восприняли игру те, кто ее прошел впервые. Расскажите, пожалуйста, как оно вам в таком виде. Понравилось ли вам развлечение молодежи 20-летней давности? Шариться по темным углам, пить незнакомые жидкости и колоться разбросанными шприцами. Бутылочка, хряп, полечился. Шприц в каком-то ржавом контейнере, не знаю, грязном, вонючем. Нормал, пойдет. Пошла руда. Чувствую Silent Hill в своих венах. Ну, мое время истекло. Хотя, ну, опять какая-то грустная получилась, да, наркотическая. Давайте так, ремейк отличный. Всем фанатам стоит поиграть обязательно. Не фанатам тоже штучный проект. Побольше бы таких, но новых. Надежды мало и все же, надеюсь, Konami осилят новые части. Главное, толковым ребятам их выдать. Блубер, Тим, все же, оказались не бездари. Дайте вот хотя бы им денег. Пожалуйста, не надо просить их дальше ремейк, все остальное. В самом деле, ну, как-то, успокойтесь. Ну, любая вот эта психологическая игра, там, как Silent Hill, да, она строится, я так понял, она строится вокруг сюжетного поворота или сюжета, да, и так далее. И, как бы, ремейк предполагает, что нужно сохранить именно сюжетную часть, да, и если сюжетная часть повторяется, какой смысл мне играть в это же, да, и уже все эмоции получил, да, понимание этой истории. Просто я посмотрел на крутые модельки, посмотрел на красивый, там, не знаю, визуал, получается, и все. Ну, и плюс там разнообразили геймплей. Вот то, что они геймплей добавили, это как бы главная, мне кажется, фишка получается ремейк. У меня больше впечатлений осталось именно от этой части. Ну, визуал, конечно, там, новые сцены, как их преподносят, тоже все классно. И ты это уже оцениваешь немножко с другой стороны, я такое не люблю, потому что для меня первые впечатления от игры, они самые важные, вторые, они немного другие. И ты уже смотришь, как, знаешь, ценитель не получает впечатление, а оценивает. Ты такой критик уже. Когда во второй раз это проходит, ты уже критик, который, а вот там не дожали, а вот здесь получше, а здесь еще что-то. И я, несмотря на то, что занимаюсь этим, я все же пытаюсь это замешивать с впечатлением, с эмоцией. Потому что для меня все же видеоигры в первую очередь эмоции. И эмоции угасают, когда во второй раз. Я, конечно, не вправе говорить это вслух, потому что «Гримфанданго» чистую сюжетную игру прошел сто пятьсот миллиардов раз. И каждый раз получаю от нее удовольствие. Но там, мне кажется, она плотность, опять же, событий, материала и нарративных вещей значительно выше. То есть там диалогов очень много, там много деталей, которые ты можешь посмотреть, персонаж комментирует, ты, может быть, никогда не тыкал на этот предмет, не смотрел или не применял один предмет на другой, никогда не слышал этой фразы. Понимаешь, там много именно того, что я люблю. Фраз, диалогов, общения и прочее. То есть легче забыть это. И там строится на этом очень много. А в Silent Hill я говорю пустовато, потому что там реально между событиями, какими-то встречами, сценами могло проходить много часов. Раньше четыре часа в принципе на все. Теперь между этим стало больше. Но геймплей. Вроде как игра, вроде как хорошо, но вот опять же, впечатление мне это подарило достаточно, но все равно кажется, что не хватает. Я не буду ругать, ремейк действительно классный, они все правильно сделали, это хорошо, в большей степени, либо для тех старперов, которые не играют ни во что, кроме Silent Hill, а есть такие, которые проходили уже пятьсот миллиардов раз. Но я бы хотел, чтобы в эту игру играли новички. Я бы хотел, чтобы все, кто действительно знает, вот так вот их заставил просто вот сказать, блин, сволочь, на тебе игру, пройди. Но не рассказывать о ней ничего. И тогда, тогда это будет значимее проект, чем вот просто так, Circle Jorg, как говорится, где чувачки сидят и, простите, наяривают друг друга на то, что как классно сделано и почти как в оригинале и туда-сюда. Ну, то есть это, ну, ностальгическая туса, которая размазывает то же самое уже на протяжении двадцати с хреном лет. Мне скучно. Когда им поговорить больше не о чем, потому что они считают, что все лучшие видеоигры вышли тогда, а сейчас ни во что не играют и типа все говно. Ну, как бы, вот это все, мне, честно говоря, уже печень. ностальгический пердеж, который не воспринимает ничего нового. У тебя есть че еще? Да нет, я и так уже сказал больше, чем стоило. А-ха-ха-ха! Субтитры сделал DimaTorzok